Что такое онкология, Маргарита Мищенко знает не понаслышке. Впервые диагноз рак ей поставили в 15 лет. Тогда заболевание удалось остановить. Но 4 года назад болезнь вернулась. Болезнь, к сожалению, у меня лимфома Ходжкина. Она не лечится. Можно только добиться ремиссии, потом она возвращается снова. 4 года сейчас лечусь. Ну, вроде бы как успешно. И занимаюсь волонтерской деятельностью. 4 года назад Маргарита объединила волонтеров, которые помогают взрослым и детям, страдающим онкозаболеваниями. И речь идет не только о моральной поддержке. Например, именно у волонтеров можно узнать, как добиться выделения льготных лекарств. Медицина развивается. Лекарства нового поколения, они помогают. Проблема их добиться, эти лекарства. Потому что хорошие лекарства не дают. Квот не хватает. У нас еще есть клуб для взрослых. Мы приглашаем всех побольных в наш клуб. Он бесплатный. Маргарита рассказала, что лечение от рака проходит тяжело. Больным назначают не менее шести курсов химиотерапии. Вот почему для маленьких пациентов важна каждая радость. Все собранные во время благотворительной акции подарки волонтеры передадут в том числе ребятам, которые лечатся в областной детской клинической больнице. Для них приготовили коробки смелости. В них игрушки, которые помогут детям преодолеть страх и негативные последствия от неприятных процедур. Такая акция в библиотеке проходит впервые, но не в последний раз, уверены организаторы. Мы благодарим всех, кто принял участие в акции и внес свой вклад в вот это хорошее, доброе дело. В будущем планируем повторить. И может быть, это будет акция не только к Новому году. Может быть, организуем на 1 июня. Но я думаю, что это неплохое начинание. Подарки также получат дети, которые восстанавливаются после лечения дома. Для них новогодний праздник проведут в Доме молодежи 28 декабря. Подробнее о том, как помочь онкобольным, можно узнать на странице сообщества волонтеров преображения в социальной сети. Ирина Начерова, Татьяна Гордеева, Егор Герасимов, Губерния 33.